Дорогие друзья, у нас на втором поле, на поле прилегающим к нашему парку, живут еще вот такие вот красавцы. Это двугорбый верблюд. Такой вот шикарный, огромный. И пятнистые олени. Целое стадо. Тут несколько самцов. Детеныши годовалые. И двухгодовалые. И несколько самок. Но это, конечно, нечто очень брутальное. У верблюдов очень большие зубы. У них будто клыкил, как у тигров. Вы только посмотрите, вот хорошо нам сейчас повезло это увидеть. Сейчас он нам немножко угрожает. Говорит то, что чуть-чуть уйди от меня. Я вообще-то взрослый, уважаемый самец верблюда. Камар, покажи нам еще раз. Верблюды очень жестоки в своих схватках. Но падение верблюда одно, наверное, из опаснейших. Верблюду не холодно, наверное, будут возникать вопросы. У них очень густая шерсть. Она очень густая. И в горбах, надеюсь, многие знают, что это не вода. Это жировые отложения. Вот сейчас мы приблизили. Конечно, она говорит, я стесняюсь. Не могу вам показать. Но сейчас, надеемся, мы увидим верблюдов очень-очень большие задние зубы. Которые, которыми они пользуются в сражениях друг с другом. Во время схватки верблюды могут даже кастрировать своего соперника такими ужасными клыками. Камал у нас очень строптивый самец. Любит защищать своих самок. Поэтому сейчас он живет в таком вот огромном вольере вместе с пятнистыми оленями. Так как нахождение его в парке является небезопасным для гостей. Смотрите, значит, укрылся он полностью соломой, сеном. И лежал, отдыхал. И мы тут разбудили его. Вот наши красавцы олени. Так, ну давай еще раз посмотрим на тебя. Вот, молодец, спасибо. У них очень большой вольер. Размером примерно с гектар. Так же, как и у львов. Это очень большой вольер. Трава постоянно растет. Животные не вытаптывают, не делают чачу. Живут примерно как в природных условиях. Такой вот красавец. Животные не вытаптывают. Животные не вытаптывают. Животные не вытаптывают. Продолжение следует...